Когда ребёнок только прибудет в нашу продлёнку, в наш центр, конечно, перед ним откроется огромный выбор занятий, огромный спектр и творческих, и физических, и просто развлекательных занятий. Детки могут приходить к нам сразу после школы и заниматься до тех пор, пока их не заберут родители. Это место, где он, с одной стороны, отдохнёт и развлечётся, с другой стороны, получит какие-то развивающие дисциплины. Программа будет разделена на несколько периодов. В каждом периоде мы им предложим сочетание наборов физических и творческих практик. Часть программы будет направлена на развитие физической силы, сноровки, гибкости, ловкости. С другой стороны, это будут творческие дисциплины. Это и рисование на воде, и лепка, и мастерская, где мы будем выжигать, будем из глины какие-то изделия создавать. Как раз дети любят это разнообразие. Они в этом разнообразии выделяют для себя то, что им больше всего нравится, и делают всегда на это упор. Ты просто заглядываешь туда, посмотреть, как вообще комфортно ему или нет, а он кричит тебе прямо с места, что «Ой, ребята, это такое классное занятие!» И его поток эмоций просто не остановить, не прервать. Ты вообще хочешь побежать подключиться сам, и об этом в таких случаях мы обязательно будем сообщать родителю. Мы даём помимо занятий обязательно время на самостоятельную работу с уроками. Причём это будет как раз под наблюдением педагога-воспитателя, который постарается вдохновить детей на то, чтобы они сели и занимались. Наши мастерати, люди, которые работают с детьми, — это абсолютно разные люди. Это люди, имеющие большой педагогический опыт, это люди, которые любят детей, и люди, которые на собственном опыте прошли то, что сегодня они дают своим воспитанникам. Это человек, который не просто тренер, преподаватель, мастер, это человек, любящий то, что он рассказывает. Программа будет складываться не только из практик и занятий с мастерами. В нашем центре, помимо этого, есть термальный центр, куда мы абсолютно точно будем водить всех детишек. Это, с одной стороны, очень большая задача по оздоровлению, потому что у нас там есть соляной грот, соляное озеро, где очень полезна профилактика всех респираторных заболеваний. Но детки, конечно, все безумно счастливы от бассейна. Плюс здоровый ресторан — то питание, которое как раз предполагается частью здорового образа жизни. Раз в месяц, может быть, раз в две недели мы будем стараться совершать с ними выезды в город. Главное — это давать детям то, что им хочется, и давать это в комплексе, всесторонне развивать их способности и помогать им выявлять свои сильные стороны и открываться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова